Тема высоких тарифов на отопление одна из самых болезненных в нашей стране. С падением среднесуточной температуры воздуха жителям приходится нелегко. Многие семьи, одинокие пенсионеры, испытывающие финансовые затруднения, не в состоянии оплатить счета за потребленный газ. Одни граждане отказались от полного обогрева своих домовладений и ищут альтернативные пути, другим приходится отдавать большую часть своих сбережений. Платить такие деньги просто нет возможности. С пенсии не особенно так, это когда уж сильные морозы, мы отключаем духовку, немножко подогреваемся. За три дня 48 кубов. По 6,33 сколько уходит? 300, 308 рублей. Можно жить? А пенсия у меня 846. 50 тысяч рублей у меня. А кушать не надо, надо платить газ, свет платить или подыхать. И не греться. По мнению главы автономии, руководство предприятий, поставляющих природный газ, занимается тем, что обустраивает свой комфорт и увеличивает себе заработную плату. В то же время аргументирует повышение тарифа на топливо тем, что несет убытки. А высокие тарифы ложатся на плечи простых граждан. Нельзя при заработной плате в 30 тысяч говорить об убытках. Он считает, что правительство Молдовы обязано вмешаться и принять меры. Они строят себе шикарные офисы, дорогостоящие машины покупают. У них веселая жизнь, и эту веселую жизнь оплачиваем мы с вами. Будем молчать, будем терпеть. Тарифы будут постоянно расти. И мы будем за все это безобразие платить. Надо требовать отставки этого руководства, всего менеджмента, надо всех уволить, набрать новых, те, которые будут приносить один лей дохода, но не убытки. И цена на газ вообще не должна подниматься больше. Она и так уже сумасшедшая цена, население не в состоянии ее оплачивать. Руководство автономии направило в адрес Национального агентства по регулированию энергетики Республики Молдова запросы о предоставлении информации о деятельности компании Гагаузгаз. Одни из пунктов запроса – это каковые потери предприятия и их влияние на конечный тариф и какие у них заработные платы. В прошлом году жители автономии предприняли попытку обратить внимание чиновников и представителей предприятий, поставляющих услугу на завышенные тарифы на природный газ, однако безрезультатно.